всем привет немножко прокатимся по нашему городу чуть-чуть налоговая инспекция нашего города и хочу поговорить о наболевшем на сегодняшний момент но это не про коронавирус нет это про диспансеризацию моих моих опекаемых детей скажу так может кому-то это конечно режет ухо но это так и звучит это по-другому это не звучит в общем в прошлом году у нас диспансеризация проходила немного по-другому нам на субботу назначено было обойти специалистов сдать в этот же день анализы мы проходили я просто вспоминаю мы проходили эгг нам делали узи в общем только по моему какие-то какую-то процедуру нам перенесли на другой день мы отдельно ездили и делали потому что она делается просто в больнице они в поликлинике в этом году сделали по-другому в этом году мы значит в один день мы ездили сдавали анализы это анализ мочи и кровь из пальчика общий и плюс на сахар далее вот сегодня мы ездили к двум специалистам вообще у меня на листочке было написано как бы 3 а для егора вообще 4 было написано значит это было написано окулист хирург уролог и ортопед но ортопеда мы не застали мне на листочке написали с 12 до часу ортопед был до 11 он в общем утро принимал на что мне хирург сказала что вообще скажите спасибо что согласились даже вот эти два специалисты вас здесь посмотреть я конечно сказала спасибо меня долго просить не надо вот что хочу сказать наши дети никому не нужны вообще никому не нужны мы за специалистами должны бегать то есть вот в тот день когда мне назначено было я еще должна была как говорится найти еще этого специалиста чтобы пройти ну хирург и уролог это в одном лице окулист нас осмотрела моих детей ортопеды мы будем ловить потому что я уже в прежнем ролике как говорила платно мы пока больше ходить не будем в общем мы поистряслись у нас сейчас не особо с деньгами чтобы вот это все проходить платно вот дальше что у нас значит потом через день так нет не через день 25 числа мы поедем делать и кг а 26 числа мы опять поедем проходить еще двух или трех специалистов в поликлинику в общем вот так нам раздробили я не знаю кому это удобно мне например не очень удобно конечно у нас есть машина и мне было бы удобнее если меня спросили на какой день бы мне это было вот лучше да никто не спрашивал сделали так как удобно врачам ну понятно нас-то много врачей мало что у нас из неприятного из неприятного то что у снежи тоже под вопросом астигматизм это вот окулист сказала что нужно записаться к ней на прием она нас теперь один доктор осталось на весь город записаться к ней очень сложно поскольку детей много а доктор один наши поликлиники теперь нет вот и она мне сказал ну вот ведь у вас у него рвота значение все где вы это все делали я говорит мы делали вкладные клиники у нас на вокзале ну и со снежей туда же езжайте вам там все сделают ну понятно что он все сделает но мы больше не поедем пока платно в общем я не знаю как это все происходит в других городах я не думаю что это все по-другому наверное так же наверное также родители плюют на то чтобы действительно полис не полис но когда надо достаешь деньги и идешь платно а вообще так как я например веду документы да у меня уже принимательство я в курсе сколько мы оплачиваем фонды и в пенсионный и в тот же фонд обязательного медицинского страхования суммы идут немалые и вот уплачиваем мы взносы а детей я про себя вообще молчу а детей мы вводим платно мне это не очень не нравится не знаю кому еще это понравится никому не нравится что у нас еще какие новости сейчас мы едем на другой край нашего города я заставил сергей витальчик он уже мне предложил ключ из машинку да я домой на автобусе в общем у нас на окраине города есть поселение называется поселок пермамайский да правильно я называю это поселок пермамайский там вот эта девушка которая является координатором клуба 28 петелек она там работает в клубе в общем я везу вот те носки которые я показывала ролики связанные бабушкам дедушкам они будут передавать когда они накопят большой пакет вязаных вещей волонтеры навяжут они поедут передавать а я просто вот везу отдать и заодно поснимать наш городок дети потом с удовольствием смотрят вот эти вот дороги как мы снимаем какие дороги нормальные у нас дороги есть вот такие хорошие все у нас есть я уже говорил они у нас японские да кстати вчера я еще была на приеме без детей я ездила чтобы уж их не таскать потому что у нас карантин вот поликлинике в центральной ездила к неврологу еще по поводу и василиса и егора вот у василиса тоже энцефалограмма в общем не очень-то не айс встает вопрос о госпитализации мелких на обследование потому что в кинишме нет нужного обследования они могут только дать назначение на иваново если кататься туда-сюда тоже неудобно но вот говорила что не буду про коронавирус говорить но придется в общем я не знаю в связи с тем что сейчас вот как бы карантинное мероприятие пока нас госпитализации это наверное мы пока немного подождем это не так уж смертельно подождем до апреля посмотрим что там дальше будет и вот доктор невролог она мне сказала что в нашей области все под жестким контролем тесты пришли это я вот как бы и снова говорю тесты на вот этот вот кави 19 пришли заболевших у нас нет те люди которые приезжают из других стран из списка подверженных скажем вот этому заболеванию дал ей же список официальный они должны они подписывают документы о том что они подвергают себя самоизоляции и в случае заболевания они сообщают вот ну вот не знаю в общем слова доктора были такие вот убедительные что все под жестким контролем вы представляете у нас как работают службы и опять надзор и вообще все у нас жестко то есть мышка не пробежит скажем так а сейчас он сергей читал про профессор шу бабулечку на исходе ей уже было бы 80 лет но не дожила умерла от последствий коронавирусной инфекции ну так как у нее был букет сопутствующих заболеваний и организм просто не смог побороть эту инфекцию и она от осложнений скончалась бабулечка непростая бабулечка профессор сережка кого на там профессор то чего-то университет какой-то с газом что-то связанное нефтегаза да вот теперь значит как ее окружение там 120 студентов и 25 преподавателей они тоже под контролем она до последнего ходила на лекции читала их преподавала в общем пока ее не госпитализировали ну вот так о чем разговор если человек грамотный и умный делает так что же будут делать люди не умные и неграмотные да не чихали на этот коронавирус а некоторые даже не слышали о нем вот так вот мы опять к кольцу подъезжаем к золотому да там будет поворотка на поселок первомоске я рука уже устала держать телефон прежний телефон был легче этот такой побольше размером зато он снимает лучше картинка лучше получается такие у нас тут домики очень надо пыльно здесь жить у нас-то вот машин мало в улице но пыль копится очень сильно копится пыль а тут надо вообще сплошная пылюха вот опять наши дороги замечательная у кого-то и таких нет вот там развязка кольцо сейчас я наверно буду выключать потому что сейчас будут все прыгать и скакать все идет